Сегодня архив представляет вашему вниманию выставку, посвященную казакам-некрасовцам. Казаки-некрасовцы – это поистине уникальное явление истории России. Инициатором этой выставки является Вера Николаевна Никитина. Она великий дружник, она много лет собирала фольклор казаков-некрасовцев, она автор книг о казаках-некрасовцах, которых мы сегодня будем представлять здесь. Книги выпущены при финансовой поддержке русского географического общества. Я совершенно уверен, что именно эта выставка, конечно, вызовет совершенно особое заинтересованное отношение. И, конечно, очень радостно, что мы будем иметь возможность и прокомментировать то, что они видят, и, соответственно, как-то укрепить в них желание уникнуть в это действительно совершенно удивительное социокультурное явление. Вот тут была упомянута первая наша встреча в консерватории с казаками-некрасовцами, а я был тому свидетелем, то есть это действительно было очень давно в малом зале, но, тем не менее, мы тогда впервые открыли для себя вот это на самом деле совершенно удивительное возвращение в лоно родной культуры тех людей, которые хранили эту историческую память, но, тем не менее, их неизбежности ассимилировались уже на другой совершенно почве, и это было даже совершенно очевидно в их костюмах, потому что костюмы были именно вот таким синтезом, были турецкие ткани, и были в то же время вот те элементы, которые они унесли и бережно хранили. Пение, вот это искусство, которое они нам вернули в такой первозданности, это, конечно, для музыкантов, для консерваторцев было совершенно бесценным. Вот поэтому действительно диалог культур, причем на протяжении очень значительного исторического периода, это то, что очень интересно изучать. Когда мы говорим казаки-некрасовцы, те, кто знают музыку их, кто слышал записи, кто бывал на концертах, конечно же, вспоминают сразу Московскую консерваторию. Действительно, именно консерватория стала проводником широкого распространения музыки некрасовской, дала возможность сделать записи, издать пластинки, издать диски. Работа эта продолжается, и ей пока нет конца. И в этом огромная просветительская миссия Московской консерватории. Мне важно было показать традиционный уклад старобрядческий, устойчивый, многовековой, и при этом показать жизнь разных семей внутри этого уклада, очень разную жизнь, с разными отношениями внутри семьи, между членами семьи, показать жизнь и биографии отдельных людей, и показать неоднозначность жизни казаков-некрасовцев в Турции прежде всего. То есть те доступные материалы, которыми я располагала. Возвращение и воссоединение всегда очень ценно, причем они возвратились обогащенные, соответственно, традициями, фольклора, искусства, жизни, вот в тех местах, в частности в Турции, где они были. И это, конечно, обогащает нашу общую этническую палитру, и культурную палитру, и ее разнообразие. И позволяет идти по пути воссоздания русского мира, который, как известно, существует в диаспорах в самых разных странах, ну, благодаря очень многим событиям. Я рад, потому что я здесь, с вами. И это отличное открытие выставки. И, конечно, казаки. О казахах я много знаю, потому что моя жена казачка, она рассказала мне давно историю казаков. Россия и Турция – две страны. У них очень богатые культурные ценности. Турция – это колебельная цивилизация. И две народы теперь больше знают друг друга. И вот когда они к нам приехали в станицу, и первое их свидание с Доном, с иконами, с песнями, они вошли в Дон, они плакали, они пели песни. Знаете, как это тронуло. Я так думаю, люди никогда не жили на этой земле, но вот эту любовь они привезли оттуда сюда, к нам на родину. Они сохраняют свои традиции, это прямо кумки в музей. В прошлом году наши сотрудники ездят тоже на юбилей некрасовцев. Так что еще раз огромное спасибо консерваторию, спасибо Раисе Николаевне. Спасибо, что вы пришли на эту выставку, познакомиться с маленькой крупинкой нашей великой, героической, удивительной историей нашей страны. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ